Добрый день, спасибо, что все вы собрались, спасибо организаторам за возможность нам здесь всем собраться и рассказать о такой интересной теме. Я уже представляться не буду, мне Андрей представил, поэтому, если позвольте, я отключусь подсказкой, чтобы быть точным и представлю всех участников. У нас Ану Катрин Бек, Ану Катрин является организатором сети коворкинга в Берлине, Beta House, и она будет рассказывать непосредственно о коворкинге. У нас Майки Янсон, которая представляет организацию ReCampaign и агентство Nest, это разработчик онлайн-социальных компаний и, в принципе, компаний для NGO, то есть некоммерческих организаций. У нас Екатерина Гиршина, это директор открытых программ Института медиа-архитектуры «Стрелка», один из наших организаторов. У нас здесь присутствует Штефан Вер Мейер, один из создателей Open Data Networks, член немецкого фонда открытых знаний. Он занимается программированием карт и созданием проекта «Задай вопрос государству». И у нас Глеб Кальен, это журналист, создатель теории-практик в Санкт-Петербурге и делает проект «Локоло», первая социальная сеть для соседей. Мы построим нашу сегодняшнюю встречу следующим образом. Я попрошу каждого из собравшихся примерно на пять минут рассказать о своих проектах, о том, в принципе, что происходит в том, что вовлечение граждан. Потом у нас будет примерно полчаса свободная дискуссия, и потом мы перейдем к вопросам. В качестве вступления, да, я воспользуюсь правом модератором, немножко постараюсь раскрыть эту тему. Не секрет, что в мире сейчас и в России тоже возникает огромное количество проектов, которые нацелены на то, чтобы вовлечь их граждан, на то, чтобы собрать активных граждан, прозрачным темам для людей как отдельных профессий, так и, в принципе, для людей, живущих в какой-то месте или объединенных какой-то идеей. Таких проектов очень много. Такие проекты есть в мире, есть в России, есть, например, конкретно в Москве. Часть из этих проектов делается государством, и большая часть этих проектов делается гражданскими активистами. В России таких проектов много. Собственно, часть этих будет представлена. Глеб Калинин расскажет о проекте Local. Я могу рассказать о проекте Apps for Russia и Open Go Data, которые я создавал последние несколько лет. Но они нацелены в большей степени на то, что касается инфраструктуры для создания проектов, чтобы дать другим возможностям их делать. Это, собственно, то, что касается части нашей дискуссии касательно открытых данных. То есть для того, чтобы проекты появлялись, в людей должна быть возможность. Возможность со всех точек зрения. Возможность по доступности информации. Возможность по пониманию, как повлечь людей. Возможность по пониманию, что нужно делать. И возможность по привлечению финансирования. Это все самофункные ингредиенты, того итогового блюда, которое мы получаем в результате. Поэтому вся наша дискуссия будет построена вокруг повлечения граждан. И на тех целях, которые мы в это закладываем, то есть фактически изменение нашего общества, больше связи между людьми, больше создание того, что мы назовем общественным благом. Я прошу туда наших спикеров начать. Я хочу вначале предоставить слово Анну Бек и рассказать немножко о каворкинге, о том, что такое каворкинг в Берлине и, быть может, у аудитории ввозить тут сразу вопросы и сравнение того, что происходит в России. Прошу начать. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Анну Бек. Я уже была представлена. Я являюсь организатором сети каворкингов в Кёльне, а не в Берлине. Ну, в любом случае, каворкинг представлен в Берлине, в Гамбурге и в том числе в Барселоне. И я хотел бы вам коротко рассказать о нашем проекте. И я подробно расскажу о том, чем мы занимаемся в рамках каворкинга, что это означает, как мы сотрудничаем в рамках каворкинга. И я уверен, что речь идет не только о том, чтобы создать инфраструктуру, в рамках которой мы совместно работаем в рамках проектов, но речь идет о том, чтобы создать сообщество, поддерживать это сообщество и расширять его. И для этого нужно гораздо больше, чем просто желание сканер, компьютер и электрическая розетка. Важно, чтобы было настоящее сообщество. У нас в рамках Beta House имеется место, где есть возможность работать вместе, но есть и следующее. Это проведение различных мероприятий. То есть мы самостоятельно организуем семинары, мастер-классы, проводим культурные мероприятия и предлагаем это место для проведения таких подобных мероприятий другим компаниям, учреждениям, организациям, которые могут проводить там свои мероприятия. И еще у нас есть одна площадка, это кафе, которое мы рассматриваем как место проведения социального общения. По сути дела, это кафе является частью того пространства, где мы собираем людей. Мы даем им возможность легкого доступа к этому пространству. Мне нужно представить какой-то документ. Я вхожу в это кафе, я могу там просто попросить кофе. И затем, если у меня возникает какое-то любопытство, и если я хотела бы включиться больше в этот процесс, то я, соответственно, образом это делаю. И мне кажется, что это очень важная вещь, потому что вопрос ко-воркинга и пространство ко-воркинга – это не какое-то закрытое понятие. Прежде всего, мы не хотели бы создавать какие-то правила или регламенты людей. Мы хотим, чтобы у людей возникала мотивация для общения. Это прекрасная возможность дать людям индивидуально проявлять себя, давать интерпретацию того, что они понимают под этим процессом совместного сотрудничества. Мне очень кажется, что это замечательный подход. И я считаю важным, что в рамках данного ко-воркинга была возможность встречаться друг с другом. И мы таким образом это место не обязательно использовать как какую-то инстраструктурную площадку, а просто люди хотели бы общаться друг с другом, общаться открыто, чтобы возникало доверие друг к другу. И таким образом это может привести к возможным совместным проектам. Спасибо большое. Очень интересно. Мне кажется, это довольно необычный подход к ко-воркингу для России. В любом случае, я такого немного пока слышал. Может быть, что-то появляется. И вот здесь был бы интересен узнать опыт Стрелки, который, как вы сказали, тоже формирует определенное сообщество. Да, я прошу рассказать тогда нашего спикера Стрелки. Ну, на самом деле, Стрелка – это институт. У нас тоже есть бар, но вы все здесь находитесь. И, в принципе, основная задача, что мы… ну, это открытое пространство, где люди могут работать. Но здесь в летнее время у нас есть вот эта открытая площадка, в зимнее время у нас работает только бар, в котором многие люди приходят, в принципе, посидеть с компьютером. Но мне было бы еще интересно рассказать про то, что мы сейчас начинаем делать в плане каких-то вот именно создания сообщества, о том как раз, о чем мы говорили, потому что основная цель нашего института – это заниматься развитием города. И в этом году тема нашей летней программы, и это будет темой нашей образовательной программы – это Agents of Change. это те люди, собственно, которые и занимаются развитием этого города. И, ну, традиционно эти люди считали, что это архитекторы и урбанисты, но в современном обществе это сообщество очень сильно развивается. И люди совершенно разных профессий находят для себя возможность быть частью вот этих городских изменений. это и социологи, и люди, которые занимаются технологиями, и художники, и просто люди, которые там начинают общение с соседями и какие-то совместные проекты. И в рамках этого проекта как раз для нас очень интересно рассмотреть те механизмы, которые могут помогать этим людям взаимодействовать друг с другом и образовывать вот эти вот команды. В принципе, как показал опыт, мы в июне, мы сейчас делаем проект развития городской среды в Тихвине, это такой небольшой город рядом с Петербургом. И мы проводили там двухнедельные исследования. За это время мы обнаружили там где-то 150-200 человек, активистов, которые, каждый из них делает какой-то проект для своего города. Кто-то из них, гуляя с собакой, с утра мусор собирает и косит траву, кто-то из них с жителями других домов вместе сажает цветы летом во дворе, кто-то из них придумывает проекты для детей. В этом городе живет всего 60 тысяч человек, и там такое большое количество людей с энергией, с энтузиазмом, которые делают очень интересные проекты. Многие из этих людей незнакомы и не знают друг друга. Москва – это многомиллионный город, в котором тоже, я уверена, есть большое количество людей, которые делают такие проекты часто в одиночку или в группе из нескольких людей. И этим летом мы решили, что очень важно было бы создать возможности для общения и для того, чтобы люди об этом узнавали. И в середине июля у нас будет специальный воркшоп, который мы будем делать в партнерстве с New School из США по разработке такой онлайн-платформы. Это та платформа, на которой городки-активисты, люди, которые делают эти проекты, они могут узнавать друг о друге, общаться, делиться опытом. А те люди, которые хотят принять участие, живя в своем районе, могут очень легко обнаружить, какие есть проекты и к чему они могут присоединиться. И для меня вот сейчас основная какая-то задача, и мне интересно было бы как-то об этом поговорить, это то, как можно, используя существующую площадку, дать больше возможности людям собираться здесь самим, инициировать эти встречи, обсуждать, знакомиться и планировать эти проекты. И, естественно, как эффективно подключать к этому онлайн-инструменты, которые, несомненно, важны, потому что все-таки в Москве очень много разных районов. Мы сейчас ездим по ним, запуская там разные точечные проекты изменений, и хочется понять, как вот эти маленькие проекты в разных местах, как они могут объединяться. Вот, собственно, этим мы и занимаемся, и очень будем рады тому, что кто-то будет к нам подключаться, помогать, советовать и так далее. Катерина, спасибо, да, опыт «Стрелки» очень интересен, это один из немногих таких заметных проектов в Москве и в России, в принципе. Вот поднятый вопрос, это, собственно, вопрос привлечения людей, как вовлечь людей, это одна из больших, на мой взгляд, ну, не проблем, но особенностей российского менталитета, немногие люди готовы активно участвовать. Я прошу Майке чуть подробнее рассказать о опыте компаний для граждан, собственного вовлечения и их участия в том, как это происходит в Германии. Привет, очень здорово быть здесь с вами. Меня зовут Майка Янсен, Иван уже представил меня. Я работаю для агентства «Нест» в Берлине, и мы разными способами сотрудничаем с программой «Коу-воркинг». Мы работаем вместе с НЖО, с НКО, с организациями, гражданским обществом, которые сами вступают в контакт и хотят такого контакта, которые хотят участвовать не только в «Коу-воркинге», но и просто в участии в каких-то отдельных мероприятиях, в каких-то отдельных функциях. Я также выступала отдельно, участвовала в предыборной кампании в «Зеленой партии Зеленых» «Союз-90», и это, конечно, была очень интересная и напряженная «Коу-воркинг» работа. А также я делал онлайн-мэппинг, и также собирали голоса общественности для того, чтобы изучать эти мнения. И, конечно, потом можно будет, конечно, получать конкретные, точные ответы, задавать вопросы политикам, обсуждали совершенно разные проблемы, которые, конечно, связаны в первую очередь с городом Берлином, например. И мы получали ответы на эти вопросы. И я ввела эти проекты, курировал эти проекты. И я понимаю, что все это может стоить и больших средств, и времени, собрать людей и установить прямой диалог. Ну, может быть, это не в полном смысле слова «коу-воркинг». И я хотел бы еще показать еще один пример, может быть, из темы «коу-воркинг». Это мы хотя бы маленькое агентство, и мы можем использовать инструменты для того, чтобы оставаться на связи, и различные Google Documents или другие инструменты, которые позволяют нам интернет использовать. Несмотря на огромное количество технических возможностей, все это достаточно сложно. Все, что касается прямого общения, прямого контакта между коллегами, между нами. Это очень интересно. И вот поскольку я пошла уже об инструментах, о их использовании, мы все знаем, что коммуникация происходит не только между гражданами. Происходит коммуникация между гражданами и компаниями, происходит коммуникация между гражданами и государством, различными городскими инфраструктурами. И здесь интересен опыт Германии. Я поэтому прошу Штефана рассказать немножко о тех инструментах, которые были создавались в Германии, и о каких-то примерах того, как это применялось на практике. Большое спасибо. Я основатель Open Data Network. Я работаю в программе, которая выступает за то, чтобы свободный доступ к информации был у общественности. То бы это имело доступ в том числе для того, чтобы использовать на практике эти данные. Но мы быстро заметили, это не самоцель получить данные, конечно, и выложить это все. Мы хотели бы данные получать для того, чтобы оказывать какие-то услуги при этом. И эта информация позволяет, в том числе и веб-сайты, на местном уровне позволяет получить более прозрачную информацию. Там, где эта информация, допустим, важна и для правительства. Здесь нужно построить новую улицу, здесь новый дом. Здесь нужна какая-то помощь соседям. И тем, чтобы люди по соседству должны были быть в курсе. И в 2011 году мы основали информационный портал в 2011 году. Там, где можно спросить государство, в Хактенштадт, где можно задать вопросы правительству, членам кабинета, членам правительства. И таким образом можно потребовать также получать информацию от правительственных органов. Ну, может быть, ответы пока не такие, какие себе представляют сами граждане, но, по крайней мере, процесс начался. Можно заполнить формуляр, заполнить все правовые рамочные соглашения, выполнять, конечно, по конфиденциальности. И это все видно, все это прозрачно, наглядно. И повлиять, оказать влияние на органы власти. И таким образом создать более прозрачную структуру. Но вот этот гражданский аспект, я думаю, что информация должна быть предоставлена простым гражданам как можно в большем объеме. И в этом плане особенно интересен российский опыт. У нас, я знаю, есть проекты, которые называются гиперлокальными проектами. Проектами, которые ориентированы на формирование сообществ, именно друзей, соседей, как можно более привязанных к дочкам. В этом плане вот интересен опыт Глеба Калинина и проект Локоло. Я прошу Глеба рассказать об этом подробнее. Добрый вечер. Проект, которым я занимаюсь, в частности, это сеть для соседей Локоло. Локоло – это такой инструмент, где любой может зарегистрироваться, введя свой адрес, введя свое имя и имейл, и автоматически попасть на три уровня. Первый уровень – это самый низкий, это дом, который можно найти у ваших соседей, если они уже зарегистрированы в сервисе. Второй уровень – это улицы, ваши улицы, соседние улицы, которые вы можете выбрать сами. И самый высокий уровень – это район. Мы не предлагаем людям общаться на какие-то определенные темы, мы не пытаемся как-то подталкивать их, мы просто даем инструмент для общения, для поиска людей, которые находятся рядом с ними. Мы обратили внимание, когда разрабатывали этот сервис, что в интернете достаточно много инструментов, которые позволяют вам найти человека, которого вы уже знаете. Например, социальные сети, Facebook, ВКонтакте. Если вы знаете имя человека, то вы с легкостью найдете, неважно, где он живет. При этом найти человека, с которым у вас очень много общего, в частности, это, допустим, дом, в котором вы живете, магазины, в которые вы вместе ходите, дети, которых вы отдаете в один и тот же детский сад. Найти этих людей в интернете очень тяжело. Поэтому мы решили предоставить инструмент, который будет позволять, в первую очередь, находить людей, которые живут рядом с вами. Что эти люди делают, это уже, в общем-то, их дело. Мы их не подталкиваем. Мы очень ждем, что будут какие-то интересные случаи гражданского активизма. Но пока что люди решают свои базовые проблемы, потребности. Например, были люди, которые находили друзей или каких-то партнеров, с которыми они ходят в бассейн. Были примеры людей, которые находили работу благодаря этому сервису. Были примеры людей, которые находили музыканта в музыкальную группу. Пока что это выглядит так. Мы никого не подталкиваем, ни к чему не призываем. Но постоянно усовершенствуем сам инструмент. Допустим, сейчас мы разрабатываем новую версию, в которой можно будет уже не только общаться, загружать картинки, размещать ссылки на разных уровнях, но также создавать события, удобно приглашать своих соседей, также более удобно размещать различные материалы и так далее. Глеб, большое спасибо. Я лично считаю, что за такими проектами будущее, что в России очень сильно не хватает орбинации тех людей, которые живут рядом, и что, быть может, как раз в маленьких городах даже более востребовано, чем в крупных, таких как Москва, сильно приплетно между собой. Я поглядываю на нашу стену, и там появляются вопросы. Я вижу, что некоторые вопросы касаются того, сколько пользователей, например, участвует в проекте как раз запросов граждан. И вот здесь у меня формируется первый вопрос, который будет ко всем спикерам, ко всем участникам. Каждый из представленных проектов, каждый из представленных инициатив нацелен на то, чтобы охватить какое-то количество людей, на то, чтобы создать некий результат, некий выход. Вопрос первый – это сколько людей охвачено тем, что вы делаете. То есть можете ли вы оценить, например, проекты, которые вы создавали, центры, в которых вы участвуете, и какой выход вы с этого видите. То есть охватить как можно больше людей или охватить тех людей, которые вы охватили бы других. Я прошу свободно высказываться, ну, просто представляться, кто вот хочет. Ну, давайте я продолжу. Да, тогда вот, Глеб. Как раз то, что я забыл сказать. Сейчас на нашем сервисе зарегистрировано около 40 тысяч человек, чуть больше. Не все они активные. Безусловно, такой сервис, как наш, он очень хорошо заработает, когда в нем будет зарегистрировано хотя бы, допустим, 10% жителей города, и хотя бы половина из них будет достаточно активная. Вот этого момента мы ждем. Частично у нас работает вирусный эффект, потому что у нас есть возможность распечатать объявление, повесить его в собственном доме и пригласить своих соседей. Вот таким образом мы подталкиваем соседей сделать сервис более полезным для самих себя, пригласить побольше людей. И наш проект интересен в частности тем, что в отличие от социальных сетей нам нет необходимости набирать какую-то совершенно безумную аудиторию, нам не нужны миллионы людей для того, чтобы он стал полезен в конкретном месте, допустим, на конкретной улице или в конкретном районе достаточно, небольшой группы людей. Есть питерские активисты, которые считают, что для того, чтобы город начал сам по себе изменяться, достаточно всего 1% людей, которые будут об этом хотя бы думать и регулярно что-то делать. Вопрос Штефан. Вот сколько людей участвует в проекте как раз запросов граждан, сколько вообще, в принципе, запросов было сделано, сколько уникальных людей участвует в этом? Насколько широкую аудиторию удается вовлечь и сколько хочется вовлечь? Информационная свобода – это пока такая тема, которая обсуждается активно и не так, к сожалению, сильно развита, как в Америке или в Великобритании. Запросы, которые приходят 400 запросов, можно будет добиться такого эффекта, когда один клик, один запрос, но люди просто присоединяются к каким-то вопросам, и пользователей таким образом у нас очень много, и большую они покрывают площадь. По кликам очень большая активность, но многие люди показывают, как они лайкают, то, что называется, им нравится этот ресурс, и мы об этом можем говорить. Информации, которые для них полезны каким-то образом. Действительно, то, что касается людей, они иногда просто одним кликом присоединяются к этой программе, и таким образом возникают очень успешные программы, и таким образом можно использовать широту сети, которая таким образом. То, что касается твоего вопроса, сколько людей в этом участвует, я могу сказать, когда процесс шел в выборной партии «Зеленых», то это был очень интересный процесс, потому что порядка 800 человек задавали вопросы представителям партии «Зеленых», но гораздо более успешным было не эта цифра, 800 человек, которые в этом активно участвовали, а интересное было количество, которые пассивно участвовали в этом, то есть которые просто использовали данную платформу как информационную платформу, и просто читали информацию на ней, и мне кажется, что сейчас очень важно, что благодаря проектам онлайн возникают очень личные, индивидуальные информационные платформы, и вовсе не все должны в них участвовать. Например, Википедия – это платформа, на которой стоит из небольшого количества авторов, но которой пользуется гораздо больше, очень большое количество простых людей, участников. Мне кажется, что это очень важно, что людей необходимо мотивировать, и в этом занимается, в этом заключается комплексный характер этого деятельности. просто нужно таким образом создавать прозрачность данных платформ, и мне кажется, что для нас было очень важно, что создавать новые, интересные методы, мотивировать людей, принимать участие в различных процессах, прежде всего удерживать людей, которые пришли в этот проект. И, например, я использую активно Facebook и Twitter, и там в какой-то момент констатировал факт, что есть комьюнити, представители которого активно, благодаря комментариям, участвуют в этом процессе. Но очень интересно разрабатывать инструменты и методики, которые дают возможность за рамками этого небольшого сообщества понять, какого результата можно достичь, какая обратная связь возникает. Большое количество мероприятий, которые проходят оффлайн. Мы там встречаемся с людьми, которые, может быть, не являются абсолютно идентичной частью комьюнити Facebook, а это люди, которые устанавливают активный контакт с другими людьми, с которыми они хотят вести беседу на то, что их особенно волнует. Важно, чтобы были просто онлайн-проекты, но и должны быть места оффлайн, где различные мероприятия проходят по различной тематике, и таким образом там могли бы собираться различные люди и к различным людям могли бы обращаться благодаря таким мероприятиям. Спасибо. И вот, Катерина, я здесь уже задал вопрос напрямую, это по Стрелке. Я ведь знаю, что Стрелка, она отличается от тем, что собирает аудиторию достаточно активную, и она, может быть, существенно отличается от других мест Москвы. Вот вопрос, как вам это удается? Что вы делаете, для того, чтобы собрать именно активную, заинтересованную аудиторию вот здесь, на этой площадке? Ну, самое основное, что мы делаем, мы пытаемся спланировать такие мероприятия, которые этой аудитории были бы интересны. На самом деле, вот сейчас у нас третья летняя программа, на нашу первую лекцию пришло всего 40 человек. И сейчас некоторые лекции у нас собирают больше тысячи человек, соответственно, это достаточно большое произошел, как бы, сдвиг в интересе вообще ко всей теме. Интерес и активность граждан, мне кажется, в целом повышается. И тоже интересно очень смотреть на изменения в этой аудитории, потому что, наверное, первое лето изначально к нам приходили больше архитекторы, и это была наша такая действительно ключевая аудитория. Сейчас, вот в июне, мы, например, проводили дискуссию по тому, как выстроить правильную модель проведения общественных слушаний районными проектами или городскими проектами, и вдруг оказалось, что в зале сидит где-то 15 человек муниципальных депутатов, которые все активно включились в разговор и начали рассказывать свои примеры того, как, собственно, они работают с жителями, как они их вовлекают и привлекают к участию в этих общественных слушаниях. То есть здесь, на самом деле, мне кажется, первое, это то, что следить за временем и понимать, что людям прямо сейчас интересно, какие вопросы их интересуют, и мы очень стараемся это делать, и в этом плане мы тоже всегда открыты партнерам и самим нашим посетителям, которые часто нам присылают вопросы или просьбы провести одно или другое мероприятие. Второе, очень важная вещь, это сама площадка. Нам было очень важно создать такое летнее открытое пространство, чтобы вывести лекции, конференции, дискуссии из каких-то скучных и лекционных залов, но вот под открытый воздух, чтобы у людей была возможность относиться к участию в развитии города не только к какой-то серьезной и занудной деятельности, но и тоже как к образу жизни, потому что мы так живем, для нас мы этим горим, и поэтому мы очень хотели, чтобы у людей, которые к нам приходят, у них тоже создавалась вот эта самая атмосфера и от пространства именно вот такое ощущение. Катерина, спасибо, я как в виде маленькой-маленькой паузы, давайте мы настроим уже контакт с залом, поэтому я предлагаю небольшой интерактив, я буду задавать вопросы и прошу на них отвечать, просто поднимать руки или нет. Вот мы, например, здесь говорили про проект Локало, проекты объединения локальных сообществ, представьте себе, такой проект объявился бы в вашем районе и у вас появилась бы возможность объединяться с друзьями и своим интересом. Готовы ли вы в нем поучаствовать? Прошу всех, кто готов, я тоже подниму, будем считать, что большая часть зала готова, то есть фактически этот проект если он появится в Москве, он будет иметь успех. Давайте теперь посмотрим на это с другой стороны. Вот Стрелка создает некую атмосферу в Москве, это тоже можно назвать такой некий, даже не гиперлокальный, а тематический проект создания сообщества. И вопрос к вам. Прошу поднять всех тех, кто приходит сюда на вот эти мероприятия уже не в первый раз. То есть те, кто здесь уже ранее был и те, кто готов участвовать. Ну вот, да, я вижу, что больше половины зала здесь не в первый раз, но при этом половина и пришли впервые. То есть фактически мы имеем уже с неким сформировавшимся сообществом и в то же время с людьми, которые приходят заинтересованно. И, наконец, еще одна важная тема, которая у нас здесь поднималась, это каворкинг. То есть хотите ли вы работать таким образом, чтобы работа, которой вы занимались, была бы не просто сидение в офисе, а некое сообщество, где вы могли бы обмениваться идеями и иметь возможность общаться с теми людьми, которые занимаются в том числе тем, чем занимаетесь вы. Прошу, опять же, поднять руки. О, давайте я тоже подниму. По-моему, каворкинг в таком формате, как он был описан как раз, он самый востребованный здесь в России. Может быть, кстати, это было бы замечательным дополнением к проекту Локоло, к проекту с Алигиперлокальным. И, наконец, еще один вопрос. Это один из проектов, который здесь был озвучен Штефаном. Это проект по коммуникации с государством. Когда мы пишем какие-то запросы, получаем на них ответы. Конечно, в России есть свои специфики, есть свои похожие проекты, сделанные государством и нет. Но, вне зависимости от того, кем это делается, готовы ли вы это делать, то есть готовы ли вы коммуницировать не только с другими людьми, но и с государством. Прошу вас поднимать руки. Мне кажется, тоже это подавляющее большинство. Не так много, как с каворкином, но тем не менее это хороший результат. И, наконец, представьте себе, что идут онлайн-компании, что возможность вовлечения, возможность в той или иной форме помощи проектам, когда, может быть, вы не можете поучаствовать, а можете помочь каким-то другим образом. Лайкнуть его, дать небольшие деньги, оказать помощь, переслать тем людям, кому это интересно. Интересно ли это вам? Готовы ли вы в этом участвовать? Ага. Ну, будем считать, что вы тоже большинство, хотя, как странно, опять всех в большей степени интересует каворкинг. Это, может быть, прекрасно. То есть, мы, по крайней мере, нащупали главную проблему. Это среда обитания, среда работы. Я предлагаю тогда перейти уже к, может быть, каких-то больших подробностях того, как происходит. Одна из тем, о которой мы озвучивали, это открытые данные. Вот в России открытыми данными я занимаюсь довольно давно. Она вот только-только стала появляться. И есть некая новость, которая уже не совсем новость, она повторяется уже в течение этого года. В этом году в Москве появится портал по открытым данным города Москвы. То есть, город будет предоставлять информацию о такси, информацию различной статистики, другую информацию, та, которая накапливается в базах данных города, и будет предоставлена теперь широкая аудитория, в том числе, информация по транспорту. Эта информация может быть использована для самых разных проектов. Для проектов, которые могли бы построить полностью на ней, для проектов, которые могли бы объединять граждан. Я прошу вот участников, может быть, те, кто хочет, пару слов прокомментировать, рассказать о том, что бы они сделали, какая информация, на их взгляд, была бы наиболее востребована для того, что делают они, для их целей. Давайте я начну. Ну, на самом деле, так как наши студенты делают ежегодные исследования, вот в этом году они делали исследования про Москву, наличие вообще таких данных, это ключевая вещь для того, чтобы делать любые проекты, связанные с развитием города. То есть мы бы тут же их использовали для наших исследований внутри нашей образовательной программы, мы бы их обрабатывали и использовали бы для предложения каких-то конкретных проектов. То есть это сейчас очень сложно, сейчас действительно каждый, все данные очень сложно найти и огромное количество времени наших студентов, оно уходит на то, как раз, что они своими силами собирают эти данные и дальше их анализируют и выдают в какой-то системе. И это оказывается, что это пользуется очень большим спросом. Глеб, вот могут ли быть данные в принципе востребованы в вашем проекте? Нужны ли они вам или вы как-то входитесь без них? Да, мы на самом деле сейчас как раз активно думаем насчет того, с какими API нам сейчас можно поработать, с какими сервисами посотрудничать, какие дополнительные возможности предоставить своим пользователям. Мне кажется, что если эти данные показывали бы какую-то более-менее практическую информацию, практически применимую информацию для жителей районов, как то, не знаю, часы наибольшей загруженности, поликлиник, какую-то информацию по транспорту, информацию по работе, по эффективности работы чиновников, эта информация была бы также благодаря нашему сервису гиперлокальной. Мне кажется, она могла бы открыть какие-то новые горизонты для людей, которые живут в конкретных районах, домах. Или вывоз мусора, допустим, респланировать свои будни как получше. Допустим, эти данные можно использовать. А я, где я живу, это может быть связь этих информаций, связанные с кафе или какие-то другие вещи, какие жители пришли или сколько всего там жителей, сколько человек обучались. Наверное, для Берлина это была бы подходящая уже такая форма, чтобы понять, куда развивается и как развивается город. Или, допустим, чтобы не вырывался или не опаздывал в развитии какой-то определенный район города. Один из первых вопросов «Есть ли в России закон о свободе информации?» На этот вопрос могу ответить я. Я постараюсь ответить максимально коротко. Да, он есть. Это есть закон 8-й ПЗ. Он не идеален. Его можно много критиковать. Он несовершенен. Но он существует и он может активно использоваться гражданами. Здесь, скорее, у нас граждане недостаточно часто его используют, чем то, что он не работает. Итак, есть у нас вопрос «Какие инструменты сотрудничества» активно используются в России? Я думаю, это вопрос скорее даже к Глебу и Катерине. Ну, по моему опыту я из Петербурга. Я забыл упомянуть этот факт, что Локала сейчас работает только в Петербурге. И у нас в Петербурге очень хорошо работает инструмент под названием «ВКонтакте», поскольку это социальная сеть, которая вышла из Петербурга. И с большим трудом можно найти жителей этого города, которые не зарегистрированы в «ВКонтакте». Поэтому пока что в Петербурге лучше всего для любых целей работает «ВКонтакте». По моему опыту. Катерина, а по вашему опыту какие-то инструменты вы используете именно в России, здесь, для того, чтобы объединять сообщество, людей? Ну, мы в основном используем Facebook, Twitter. Но для внутри нашей организации мы используем разные инструменты, еще платформы типа там Ямер и Асана. Но это то, где мы ведем свои проекты и между коллегами делимся какими-то идеями, ссылками и так далее. В основном так работает Facebook, но не знаю, какие-то геолокальные вещи типа Fosco Air мне кажется, сейчас тоже популярны. Но вообще как бы можно дальше их развивать, потому что вот я смотрю на, например, тот же самый Kickstarter в Америке, и мне нравится, как он работает, мне нравится, что люди могут поддерживать не только голосом, но и деньгами и давать возможность реализовывать какие-то проекты. Мне кажется, что у нас должно появляться больше каких-то специализированных сервисов. Спасибо. И вот есть у нас вопрос, в какой степени каворкинг поддерживается городской администрацией? Я так понимаю, что это вопрос Канубек и по Германии. То есть вот каворкинг, центры, которые вы, собственно, создаете, которые появляются, они появляются в исключительно коммерческой основе или они имеют поддержку городской, государственную. Каворкинг пространства это очень местное, очень локальное объединение с очень специфической подгонкой. Ну, просто проекты, о которых мы говорим, это все, это успешные проекты или там желаемые проекты, они должны воплощаться в жизнь в очень быстрое время, за очень короткие сроки. Но, мне кажется, начать можно основываясь на своей энергии, на своей инициативе, в том числе используя такие платформы. Но, мне кажется, дальнейшее, все-таки будущее за сотрудничеством, за коммуникацией, где мы можем уже видеть, что мы можем эффективно работать, в том числе оказать большое содействие нашему государству. Может быть, это не самый лучший способ использовать или пойти в политику, но первая помощь может быть. Я хотел бы также еще приободрить людей. есть еще два чудесных других агентства, которые недавно были созданы без ко-воркинга или без этого пространства совместного. И это не получилось бы. И мы очень рады этому факту. Мы находимся, мы вдохновляемся, хотя и находимся в маленьком пространстве, но мы очень рады этому. я еще нигде не работал один. Мы все время находимся в каком-то коллективе и все время находятся какие-то нужные фирмы, нужные какие-то люди. И это может быть агентство, которое может помогать вам по социальным медиа. Это возникает энергия, которая позволяет сотрудничать с людьми, которая позволяет найти общий язык с людьми, которая позволяет в том числе найти какую-то возможность начать. Хочу рассказать о том, что проект Local он тоже сделан в условиях коворкинга. Это не совсем коворкинг в формате, когда все люди сидят в одном пространстве. В Петербурге есть место, которое называется Тайга. Это такое здание довольно старинное 18 века на Дворцовой набережной буквально напротив Петропавловской крепости, которое нам по счастью с коллегами удалось снять целиком. Там сидит ряд очень молодых компаний, все люди примерно моего возраста. И в частности над проектом Local мы работаем с компанией, которая сидит буквально за стенкой. И если бы не они, то вполне возможно проект бы не дошел до той стадии, на которой он сейчас находится. Но из этого сейчас получается очень интересный проект. И Local это одно из детей этого места. Глеб, большое спасибо. Штефан, очень интересный опыт. Фактически мы видим живые примеры и прямую связь между коворкингом и трансформацией общества, трансформацией деятельности активных людей и появлением многих проектов благодаря тому, что среда меняется и в этой среде может что-то появиться. У нас поступают вопросы. Давайте я сразу вопрос. Это возможно ли проекты медицинской направленности, например, сотрудничество врачей и ученых? И если такой опыт в Германии, я прошу прокомментировать всех участников, если такой в Германии и кто-то знает такой проект в России. Я просто сразу, что такой проект на самом деле есть в России. Я не знаю, кто-то знаком, но есть социальная сеть доктор на работе. И они прям безумно успешные. Для меня тоже в прошлом году мы делали social media week и как раз изучали какие-то такие новые области, которые как-то присутствуют ли они онлайн. И интересно, что там действительно активное сообщество врачей. И более того, в целом у них есть планы по тому, чтобы запускать какие-то проекты, связанные тоже с медициной онлайн, когда пациент с доктором могут общаться через интернет. Для этого, конечно, еще нужны какие-то вещи законодательные и другие, чтобы все-таки это работало эффективно. Мы говорим только об инструментах, о структуре, об инструментах, об этом механизме. Но почему бы не использовать это для воплощения медицинских проектов? Этими средствами и этими инструментами можно пользоваться, конечно, в том числе и в этой области. Спасибо. У нас поступило еще пять вопросов через Твиттер. Да, я думаю, мы сейчас быстренько по ним пробежимся и перейдем уже к работе с залом. Часть вопросов задаются персонально. Например, вот Катерине Гиршиной идет вопрос о том, что у Москвы нет портала открытых данных связанных с деньгами или с политической волей. Наверное, с политической волей, скорее. Я думаю, то, это уже фактически он будет неизбежен в этом году, поэтому здесь понятен. Еще один вопрос это опять же Катерине, что делает социальными группами не входящими в сообщество Стрелки, нужно ли их интегрировать и каким образом? В целом мы надеемся, что запустим этот проект онлайн, который мог бы быть просто, мы его планируем на Ушахиде, то есть, чтобы все люди могли им пользоваться и тогда туда можно будет интегрировать любые проекты самостоятельно. Катерина, спасибо. Вот у нас есть вопрос, я так понимаю, что он как раз по компаниям, он насколько аутентичной была кроссорсинговая программа «Зеленых». это вопрос с Майки. Вопрос перевели, спасибо, и вы знаете, я увидел этот вопрос на стене, и на самом деле есть различные упреки в отношении компаний, и я могу частично их понять, потому что это выборная компания, это особое время, когда политики всегда представлены в средствах массовой информации и хотят вступить в контакт с вами. Я уже увидела критическое комментарий на эту тему, что я работаю только с Нест и с Зелеными, на самом деле это не так, я работал там с Зелеными только во время предвыборной кампании, я была новым человеком в этой среде, и была очень приятно удивлена, насколько воздушевление там присутствовало, насколько был интерес со стороны политиков, интерес вступать в контакт с населением, с жителями города, и поэтому я думаю, что аутентично абсолютно это мероприятие, ведь вы находитесь на улице и общаетесь как политик с людьми, или если вы на платформе Нест также напрямую отвечаете на вопрос, поэтому для меня это оба вида общения прямые и аутентичные, и на основании своего опыта могу сказать, что очень много энергии, и эта энергия к сожалению не всегда присутствует в то время, когда предвыборной кампании нет, и поэтому мы думали над тем, каким образом можно создать репрезентативную демократию, парламентскую демократию, в которой присутствуют политики, которые могут обрабатывать этот поток информации, этот колоссальный поток информации, но это не просто проблема зеленых, партии зеленых, это в общем, это проблема любой партии, любого демократического общества. А часть удивительно слышать в России, где я знаю многих людей звучит о том, что как бы нам что-то сделать, а так что политики к этому не имели никакого отношения, государство к этому не имело отношения, так сказать, что у нас были максимально развязаны руки, мы могли делать это свободно. Может быть, в Германии ситуация другая. Если позвольте, последний вопрос, который у нас остался, и мы перейдем уже к 10-й зал, это вопрос, я так понимаю, в основном к Анну, но не только, это как вы видите коворкинг через 5 лет и какое процентное соотношение доходов к коворкинге, это аренда, кафе, тренинги? Вы знаете, на самом деле это очень важный вопрос, потому что пространство коворкинга, по сути дела, не формируется таким образом, что ты благодаря этому можешь стать богатым человеком. Цель заключается в том, чтобы создать такое пространство, и, конечно же, это очень важный вопрос, как можно сохранить это пространство. К сожалению, это можно сделать только с помощью денег, потому что трудозатраты необходимы, и, конечно, нужно аренду платить, чтобы сохранить место, и поэтому я буду говорить по опыту бета-хаос, мы целенаправленно решили, что мы будем не только три области концептуальной точки зрения, а это три области должны создавать возможность создавать доходы, получать доходы. Это очень важная концепция, таким образом, была создана с экономической точки зрения, с точки зрения функционирования компании. у нас есть деньги, которые мы зарабатываем благодаря тому, что мы сдаем в аренду наше пространство, мы даем возможность проводить мероприятия в нашем пространстве, и получаем деньги посредством зарабатывания денег кафе, и, конечно, благодаря тренингам, и поэтому у нас есть месяцы, когда, например, летом компании мало проводят мероприятия, потому что многие люди находятся в отпуске, на каникулах, и поэтому мы это очень чувствуем на наших доходах. Но есть такие месяцы, когда очень много денег приносит наш офис или наше кафе, например. И на самом деле в прошлое было так, что эти области друг друга дополняли. Так что это, по сути дела, ничего нового, я думаю, никакое это не открыло. То, что касается будущего, то мы должны работать над тем, чтобы эту концепцию таким образом формировать, чтобы она могла выживать в будущем. И это связано не только с инвестициями, это не только с личными инвестициями вашего времени, но это инвестиции финансового характера. Благодаря тому, что у нас есть креативное инновационное поле, которое формируется людьми, которые используют это креативное пространство и одновременно его формируют. И поэтому тема коворкинга нам в компаниях, мне кажется, в частных компаниях будет увеличиваться, это будет нам идти на пользу, мы можем выступать в качестве экспертов, консультантов, это все чаще бывает. И таким образом возникает новое поле, использовать наше пространство, помогать ему существовать, формировать его. у нас будет больше средств на это и таким образом у нас я могу сказать, что я вижу большое будущее в том, что частные компании видят, что это пространство, где работает много креативных людей и таким образом возникают возможности зарабатывать на этом и мне кажется, что таким образом сообщество, мы вступаем на определенное пространство, используем его и формируем его и мы пытаемся создать рамочные условия для существования таких пространств, поддерживать его, но это означает одновременно, что каждый действительно может формировать пространство комборкинга для самого себя и каждый может носить вклад в то, чтобы привлечь туда больше людей, заставить их быть более активными и дать им возможность вместе формировать их будущее. Я бы коротко добавила про будущее работы мне хочется видеть весь город как пространство для работы, потому что это очень, вот у нас очень маленький офис и мы в него уже все не влезаем, у нас ни у кого нет собственного стола или стула и мы поняли, что на самом деле ну, когда ты работаешь сам по себе с компьютером, ты просто можешь работать дома или еще где-то. Важность вот этого комборкинга в том, чтобы люди могли встречаться там, где им удобно и обсуждать. И мне интересно фантазировать на тему любых других пространств, там парков, потому что хочется, чтобы в летнее время было больше куворкингов на улице, а также, чтобы всякие маленькие пространства были при каких-то других еще вещах, там пошел в музей или в арт-галерею, а потом есть место, где ты можешь сесть и поработать. Но это, конечно, связано с образом жизни, в основном для многих людей сейчас это становится более актуально. Вы знаете, я сегодня был в парке Горького, и там было, увидел большого количества людей, которые работали там. Это куворкинг можно происходить в каком-то определенном месте. Ведь в Берлине большое количество таких площадок. Мы в Берлине работаем с 2002 года. Мы считаем, что это очень важно, и наш Берлинский СНА также над этим работает. И я хотел бы также сказать несколько слов о роли интернета. Сейчас мы, по сути дела, вышли несколько офлайн в рамках нашей дискуссии, но есть возможность людей и способности людей сводить друг к другу. Спасибо очень за ответы. Мы немножко выбиваемся из графика, поэтому мы сейчас переходим к вопросам. Прежде чем перейти к вопросу, у меня очень короткий вопрос к аудитории. Я вам задал вопрос о готовы ли вы участвовать в куворкинге, готовы ли вы участвовать в тех или иных проектах. У меня вопрос такой, который, может быть, согласятся не все. Готовы ли вы создавать пространство, которое необходимо в куворкинге? Вместе с друзьями, с кем-то, если вы будете знать, что остается, нужно ваше участие, какое бы оно ни было, быть волонтером, помогать финансово, собирать других людей, принимать участие в создании. Готовы ли вы принять в этом участие? Уже не только хотеть? Как неудивительно, это более 80% зала готово, то есть у нас есть хорошие шансы. И еще вопрос, представьте себе, что местные власти Москвы на уровне уже конкретных районов захотят создавать куворкинговые центры вот прямо там, где вы живете. Готовы ли вы принять в этом посильное участие? Готовы ли вы находиться там и работать? Ну, чуть меньше, но, примерно, да, видимо, я тут понимаю, что государству доверяют чуть меньше, чем если эти центры появятся самостоятельно. теперь мы уже однозначно переходим к вопросам от зала. Я прошу вас собственно поднимать руку, да, и обязательно формулирую этот вопрос достаточно коротко, чтобы мы успели на все отметить. Добрый день, я за вопрос. Как вы начинали? Как вы находили людей по интересам, с которыми вы осуществляли ваши проекты? Я в 2009 году создал сайт, который был специально там адресовался вопросы к Бундестагу. И в том числе можно было отслеживать речи отдельных политиков, кто что сказал в Бундестаге, в правительстве. И потом получилось так, что ко мне обратились, а ты не хочешь принять участие в таком проекте? И с тех пор я участвую в этом. Наверное, Твиттер был очень отличной платформой для того, чтобы познакомиться с людьми такими же, как я, похожими, интересными. Может быть, там их не очень много было, но люди, которые начали мне так же твитить, сообщать что-то, люди нашлись, которые примерно тем же самым интересовались, что я, работали над тем же самым, что и я. И мне кажется, это был самый большой багаж, который я приобрел именно в плане коммуникации. Добрый день, спасибо большое. Меня зовут Дарья. Вопрос у меня был бы скорее практического содержания. Дело в том, что недавно я сама столкнулась с такой ситуацией создать свой собственный проект по информационной поддержке всего того, что происходит с визовой ситуацией между Россией и Германией по отмене шенгенской визы. И вначале нас очень много кто поддерживал, прежде всего, не знаю, идеями, информацией. И суть проекта в том, что мы, например, переводим протоколы Бундестага, выставляем их, анализируем информацию для того, чтобы у российских граждан был к этому доступ. То же самое с протоколами Думы, анализ прессы. Вопрос, откуда, вот кому мы могли бы в такой ситуации обратиться? Как вы считаете? Обратиться с какой целью? Обратиться, ну, прежде всего, нам все-таки нужна финансовая поддержка какая-то самая изначальная. И вторая, это, конечно, сеть, расширение сетей. Я думаю, наверное, конечно, когда чем-то занимаешься, то, что касается в конечном счете многих людей, а я так-то понимаю, что в вашем проекте это тоже такое как раз занятие, краудинвестинг, под такое понятие попадает ваш проект идеально. Ну, SeedMap, может быть, платформа, на которой можно быть устанавливать новые, образовывать проекты, экспериментировать с ними. Там, где люди могут в том числе финансовую помощь оказывать, таким образом можно мобилизовать или найти какое-то количество сторонников, когда специфика ясна. Если я хочу попозже больше включить в это дело людей, я должен сделать шаг назад и посмотреть, какие люди из моего общества, из моего окружения, мне лично знакомые, с кем я могла бы, допустим, пойти по этой дороге, у кого я бы своих друзей, уже имеющихся друзей могла бы привлекать к этому. Что касается образа общения, я думаю, что нужно довести до людей именно цель и объяснить, допустим, вот, есть конкретное воплощение, вот это будет, допустим, вот это у нас в руках, а в большой степени это, как правило, НЖО, люди только радуются из таких организаций, когда люди в режиме онлайн обращаются, проявляют к чему-то свой интерес, объясняют свои концепции, объясняют или выражают свою готовность для участия в чем-то, посмотрел бы по странам, обратил бы свой взгляд на НЖО, на неправительственные организации. Что в России, если говорить о финансировании, к сожалению, действительно у нас источников финансирования немного, тем более у нас ограничены различные международные гранты, которые обычно отчасти признимаются. У нас есть несколько государственных программ поддержки грантов, которые распределяются в президентской программе. У нас есть некое количество некоммерческих регуляций, которые уже существуют и которые действуют в этих областях. Возможно, для того, чтобы получить финансовую поддержку, вам не смысл пообщаться с ними и с ними, кто уже какой-то финансирование имеет, которые могли бы поддержать ваш проект в частности. То есть здесь отчасти это задача как раз по поиску тех самых соратников, которые могли бы вам помочь. Можно маленькую добавку по поводу краудфандинга. Буквально сегодня я видел сайт, который называется «Планета.ру». Это клон Kickstarter, на котором, в частности, сейчас, например, редактор OpenSpace собирает деньги на поддержку нового проекта «Кольта.ру», по-моему, называется. Добрый вечер. Меня зовут Леор. Я хотел бы узнать, вы рассказывали, как вы начинали свои проекты. А как бы вы начинали их сегодня? То есть, что бы вы посоветовали человеку, который хочет начать какой-то свой проект и имеет только хорошее желание и, собственно говоря, больше ничего? Нет, но нужно знать хотя бы пару людей, какие-то способности все-таки показывать. Я, допустим, разработчик программного обеспечения и я понимаю, что таким образом через свою профессию я понимал, что мне нужны люди, которые будут курировать мой проект, которые смогут изменения прослеживать и отслеживать в программном обеспечении, которые смогут мне помочь. Я работал, в принципе, на общественных началах и при создании своего сайта «Спроси государства». Все нужно оплачивать. Я понимаю, что какой-то стартовый капитал необходим, но есть какие-то кураторские организации в Германии, к которым можно обратиться. Но в государственных организациях с этим вопросом сложнее, в Германии, по крайней мере. Находятся всегда, найдутся всегда люди, которые будут вашими соратниками, на которых вы сможете опереться. Есть очень большое интересное видео, которое называется «How to start a movement». И как раз речь идет ровно об этом же. Есть квинтэссенция, которая следует из просмотра этого видео. Не ты начинаешь движение, не я, потому что у нас есть идея. Первый человек, который мне поверил, это он. Он начинает. И я думаю, что как раз оно здесь права. Я думаю, надо понимать просто, что это должно быть. То, что сказать с Россией, я могу рассказать, потому что за последние годы четыре, я как раз запустил порядка шести общественных проектов в разных формах. И вот как найти финансирование? Если ответ есть, это первое, надо их делать без финансирования. То есть, моя стратегия была очень простая. Начали надо сделать, а когда уже что-то появляется, что привлекает внимание, тогда уже появляются люди, которые готовы это поддержать финансово. Но если вы ничего не сделали сами, то, скорее всего, эти люди, которые могли поддержать, мне скажут, что вы недостаточно хотели это сделать. Всегда вы можете найти партнеров. Например, мне удалось создать несколько проектов, такие как про гослюзи или госсеть, просто найдя партнера в виде СМИ по Ритру, которые сказали, мы хотим это сделать, и мы готовы, чтобы эти проекты появились. Поэтому всегда, когда у вас действительно сильное желание что-то создать, вопрос только в том, чтобы начать его прилагать конкретным усилиям. Есть фонды, есть СМИ, в том, что касается проектов, имеющих общественное значение, привлекают аудиторию. Есть коммерческие организации, которые готовы что-то поддержать. Есть коммерческие организации, которые поддерживают для создания собственной репутации. Есть НКО, которые занимаются близкими темами. Государственная структура, наверное, действительно в России это несколько более сложно, чем в Германии, поэтому я бы их рассматривал в последнюю очередь. Но, в общем, возможности это всегда есть, и здесь упирается действительно в желание, в волю и некий опыт того, как все это делать. У меня вопрос ко всем тем, кто занимался развитием, запуском социальных ресурсов и онлайн, в частности. Это вопрос про конкуренцию. Один вопрос. Как вы относитесь к конкурентным ресурсам, к конкурентным площадкам? И второй вопрос, который близко к этому. Как вы принимаете решение относительно вопроса открытости и конфиденциальности в сфере краудсорсинга, коверкинга? Про конкурентов я могу начать. Мы, естественно, когда запускали проект Local в России, проводили некое исследование. Конкуренты у нас, безусловно, есть, попытки есть, на наш взгляд, они не очень удачные. Относимся мы к ним, мы присматриваем за тем, что они делают иногда. В условиях наличия конкуренции жить гораздо интереснее, потому что твои конкуренты делают какие-то нововведения, ты понимаешь, что тебя это тоже не хватает. Без конкуренции, отсутствие конкуренции это путь к стагнации, застою. Поэтому конкуренция это здорово, конкурентство это развитие. Я могу коротенько дополнить, что да, есть очень много проектов, которые конкурируют через Глеба, и эта конкуренция, на мой взгляд, отлично, и в России есть. Вот я, например, думаю о создании гиперлокального проекта, тоже у меня есть, я поэтому смотрю на Local и похожие проекты, и как это происходит. Поэтому, на мой взгляд, конкуренция, это всегда хорошо. Кто-то еще хочет добавить? Да, может быть, еще есть вопросы? Все-таки на второй вопрос можете ответить? Заставляет ли конкуренция чуть-чуть закрываться, не быть столь открытыми, как мог бы быть там ваш проект? Ну, интернет, это очень открытая среда, там, если вы не занимаетесь разработкой каких-то сложных алгоритмов, невозможно спрятать новый интерфейс, новую функцию. Если у вас можно бесплатно свободно регистрироваться, то вы не сможете свои инновации прятать. У Фейсбука воруют постоянно, у ВКонтакте воруют постоянно. Как-то закрываться, или вы говорите про данные. Если данные, то это скорее к Ивану вопрос, а если про технологии, то их спрятать невозможно. Интернет благодаря этому и стал той средой, которая сейчас есть, которой пользуются все 2 миллиарда человек. Благодаря тому, что технологии очень быстро передавались и передавались открыто. Ну, по поводу данных я могу сказать, что наоборот, все проекты, которые делал я, они либо явно содержали открытые API, через которые можно было использовать, либо использовали открытые данные и предоставляли, либо там было явно написано о том, что если кто-то заинтересован в их работе, то эти данные можно получить. Поэтому как раз я считаю, что закрываться здесь довольно бессмысленно, потому что закрываться имеет смысл на очень конкурентных рынках, которые уже сформировались, и когда надо действительно прятать какие-то даже маленькие инновации. Но мы сейчас находимся в той среде, которой практически нету. То есть, например, гиперлокальные проекты только появляются, проекты по открытым данным только появляются. Мы все заинтересованы в том, чтобы этот рынок возник, в том, чтобы возникла эта среда, чтобы появлялись общественные и коммерческие проекты. Поэтому сейчас, чем более открыто это будет, это будут выигрывать все. Я думаю, что это будет продолжаться еще минимум лет 10, а только после этого возникнут какие-то такие вот терки на уровне конкуренции. Я еще хотела добавить, у нас оффлайн проект, а не онлайн, но наша политика как раз в том, чтобы сделать и максимально, наоборот, раздать тем людям, которые хотят у нас что-то забрать. Потому что, действительно, это то, о чем сказал Иван, что сейчас просто настолько нам нужно такой рывок вперед сделать и столько всего нужно сделать и в плане интернета и в плане развития городской среды, что чем больше, на самом деле, мы поможем другим как бы не тратить много времени, но уже сразу взять что-то готовое и делать движение дальше, тем быстрее, собственно, мы нашу страну куда-то сдвинем. Поэтому, абсолютно. Да, ну, у нас осталось совсем чуть-чуть времени. Да, если какой-то еще вопрос остался, то вот последний вопрос. Добрый день, меня зовут Алексей. Я хотел спросить, в первую очередь, у наших германских спикеров, немецких спикеров, насколько у вас распространены проекты по контролю за государственными организациями, но не в плане общественной, имеется в виду контроля, но не в плане просто получения каких-то одних ответов, а именно с помощью официальных запросов заставлять их выполнять свои функции. Ну, к примеру, в России есть несколько проектов по ремонту дорог, там, самый известный из них Росъема, да, есть ли что-то подобное в Германии, и если наши российские коллеги скажут, что есть еще подобного будет или там делается в России, было бы тоже здорово. Ну, да, все-таки в начале германские коллеги, вот, наверное, первый вопрос Штефану, который непосредственно таким проектом занимается. У нас есть в Фиксман-стрит тоже есть похожая тема, где мы можем указать на какие-то поломки места, допустим, дороги государства, это, конечно, большой механизм, и, конечно, там нужно искать соответственных, ответственных лиц, и нужен портал, допустим, где можно указать адрес на место. Такая же система существует в Германии, в основном она распределена под землям. Эти ошибки или эти, допустим, неблаговидные моменты, их нужно делать прозрачными. Если это отвлекать, это не должно не отвлекать, а должно собирать внимание, концентрировать внимание на это. И нужно, в том числе, вступать в спор с местными властями, говорить, вот это надо решать так, а не так. Это, конечно, очень трудоемкая работа, чтобы работать напрямую, как гражданин, напрямую с структурами государственными, и чтобы перепрыгивать вот эти потреднические какие-то барьеры. На коммунальном, на местном уровне это обычно функционирует. И таким образом можно образовать, составить диалог, начать какой-то диалог, и дальше можно найти контакт с более высоким уровнем и с правительствами. И это уже постепенно работает. И интерес к этой системе, но и интерес, кстати, проявляется не только со стороны граждан, но и со стороны правительства, со стороны власти. Мы регистрируем и вот это, в том числе. И речь идет о том, чтобы совместными усилиями создавать что-то правильное, что-то новое. То, что касается России, да, я скажу сразу, что Россиям один из самых маленьких проектов подобного рода, и существует их порядка 20 в России, просто они малоизвестны. Вот, они, как правило, существуют на уровне отдельных регионов и городов. У нас проект, то, что называется карта нарушений, есть проект электронной демократии, есть проект Демократор, есть проект Street Journal, есть несколько имплементацией проекта FixMyStreet, есть несколько проектов CyclicFix на их коде, есть проект Diceignal, есть несколько проектов, основанных на Ушахите, вернее, несколько, может быть, даже десятков, то есть, несколько тех, которых я знаю, и есть огромное количество проектов в регионах, в регионах до одного города, Ульяновск и множество других. Поэтому в России подобных инициатив очень и очень много, команд, которые над этим работают, тоже очень много, не хватает исключительно конверсии того, что люди собирают в конечный результат, как убедить чиновников реагировать на то, что публикуется, на то, что граждане указывают на какие-то или иные проблемы. Если рассматривать это или заниматься это независимо, то как раз для этого, я думаю, как раз для этого и существует портал, для того, чтобы дойти для этого, в том числе, применение. И я думаю, неважно, на каком портале вы размещаете информацию, самое главное, чтобы свести эту информацию и донести ее. Я хочу сказать большое спасибо всем собравшимся, всем участникам. Мы, к сожалению, не можем успеть ответить на все вопросы. У нас всего полтора часа. Большое спасибо всем, кто их задал. Большое спасибо всем, кто нас так внимательно слушал. Я думаю, что выводы, которые мы можем из этого извлечь, были, в частности, у нас по голосованию. То, что мы увидели, что аудитория, все собравшиеся, заинтересованы, потому что появлялись такие проекты, потому что появлялись такие коворкинговые центры и готовы в всем этом участвовать. Всем большое спасибо еще раз. И я уверен, что эта тема, она не в последний раз, точно не в последний, поднимается у нас. И она еще не раз будет столь актуальной, может быть, даже еще актуальной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok